Архитектор с карандашом в руках, рисующий чертежи, таскающий их из кабинета в кабинет, а далее утверждающий в разных ведомствах свои расчеты, останется в прошлом. Уже через полтора года казахстанским строителям для возведения объекта достаточно будет одного гаджета, в котором будет установлена программа. Эксперты говорят, сдать в эксплуатацию жилой дом или школу станет так же просто, как играть в Тетрис. Черчение как таково исчезает, бумажные документы как таковые исчезнут. А вместо этого получается более точная работа на всех стадиях управления жизненным циклом объекта с помощью информационной модели. Ну и, в первую очередь, это экономит деньги. Представляете, если, скажем, можно было построить за те же деньги пять школ, а теперь можно будет построить семь. Еще пару плюсов. Качество стройки улучшится в разы. Контроль автоматизируется, условий для коррупции не будет. Среди стран СНГ первыми внедрили цифровизацию строительной отрасли. Латвия, Беларусь и Россия. Соседи уже пожинают плоды. Говорят, программа применима не только для масштабных проектов, но и для любого жителя. В Москве, в Сколково, есть несколько компаний, которые делают решения для автоматизации домашнего строительства. То есть вы вводите очень быстро планировку своей квартиры, дома. И достаточно оперативно через интернет получаете описание, что нужно сделать для того, чтобы покрасить стены. Самым главным достижением в профильном министерстве считают не масштабные стройки, а то, что коснется каждого казахстанца. Программа Ешанрак. Чиновники всерьез делись за работу КСК. Говорят, надоело слушать жалобы. Каждый КСК обязанно будет на платформе разместить. Вы должны получить личный кабинет, квартиру, вернее, номер. И можете заходить и видеть все расходы, все доходы, все принятые решения по КСК. И можете иметь право голосовать. То есть вы голосуете и говорите, это нельзя, это надо делать. И тогда уже не надо будет на собрание ходить. Вот это и является вашим протоколом. Приложение для работы обойдется государству в миллиард тенге. Однако, дабы не тратить казенные деньги, решено привлечь инвесторов. Затраты на тарифе КСК не отразятся, а заработает программа в течение года.